Погнутые перилы, разбитые ступеньки, мусор. Такой вид не вызывает воодушевления даже у здоровых людей. Не говоря уже о тех, возможности здоровья которых ограничены. Борцы за доступную среду для инвалидов начали свой традиционный рейд с сетевого магазина на улице 9 мая. Человек на коляску сюда никоим образом не попадет, потому что даже по ширине колеса сюда никак не входят. Это первое. Второе вообще, сам шведер где-то в воздухе болтается. Это перилы, соответственно, не по нормативам сделаны. Руководство магазина выходить отказалось. Зато местные жители активно шли на контакт. Плачевное состояние территории заметили не только активисты. Мы это не убираем. Вот территория города. Не посмотрите, что творится здесь. Урна они не меняют, лестницы не могут сделать. Там необходимо сделать пандус, необходимо контрастные полоски установить. Для слабовидящих людей желтые круги на дверях. И, конечно, мы тогда постараемся направить им письмо, чтобы они исправили это. И тем самым улучшили доступность своего объекта торговли. Как говорят сторонники проекта «Единая страна. Доступная среда», такие рейды проводят не с целью разоблачения, а чтобы помочь предпринимателям исправить ошибки. Например, в магазине охоты и рыбалки есть кнопка вызова сотрудников. Но дотянуться до нее непросто. Огромная слава и благодарность за то, что вы эту кнопку установили. Но просто мы пришли подсказать, что немножко не там. Следующая точка – аптека. Здесь на пандус можно въехать, но все равно с трудом. Желтые круги и разметка тоже отсутствуют. Сотрудники учреждения пообещали принять все необходимые меры для улучшения доступности среды. В процессе обхода лучше всего себя показал магазин крупной сети. Раздвижные двери и удобный пандус позволяют покупать продукты даже людям на коляске. Рейды по местам общего пользования проводят на постоянной основе, чтобы в Химках осталось как можно меньше объектов, непригодных для людей с особенностями здоровья.